Бесплодие, бездетность, вымирание нации. Страшный прогноз накануне озвучила Российская Академия Медицинских Наук. При смертности в 750 тысяч человек в год, людей, которые не могут иметь детей, с каждым годом становится на 250 тысяч больше. Врачи призывают срочно решать проблему и одновременно успокаивать. Безнадежного бесплодия не бывает. Просто к беременности нужно тщательно готовиться. Алтайский край проблема бесплодия не обошла стороной. Региональный реестр включает 1200 бесплодных пар. И это только официальные данные. Многие люди до последнего не решаются обращаться к врачам. А зря. Чем раньше выявлена патология, тем проще ее устранить, а значит больше шансов родить здорового ребенка. После течения года совместной регулярной жизни пары, которая не предохраняется от беременности, если у нее не возникло зачатие, то она должна обратиться в женскую консультацию по месту жительства там, где и начинается весь этот путь обследования. Проблемы с зачатием, говорят медики, возникают по разным причинам. Среди основных заболеваний репродуктивной системы у женщин. Так зачастую непроходимость труб вследствие воспаления на фоне раннего начала половой жизни или частой смены половых партнеров. Нередко не удается забеременеть из-за сбоев в работе эндокринной системы. Нарушенный гормональный фон блокирует возможное зачатие. Если говорить о женщинах возрасте в старше 35 лет, то у них чаще встречаются проблемы, связанные с эндокринологическими проблемами, бесплодные эндокринные. Но в связи с тем, что после 35 лет функция эстрогенная у женщины несколько снижается. И поэтому мы всегда говорим, что нужно своевременно решать эти проблемы. Еще недавно специалисты предполагали, что чаще всего в проблеме бездетности виноваты женщины. Но с каждым годом, подчеркивают врачи, все хуже и хуже становится мужское здоровье. Виной тому современный образ жизни. Низкая физическая активность, курение и другие вредные привычки провоцируют мужское бесплодие. Наукой давно доказано, что регулярное употребление пива, к примеру, снижает активность сперматозоидов до 70%. А вялые мужские клетки не в силах оплодотворить женскую. Сильный пол легкомысленно относится к своему здоровью. Даже зная о проблемах, большинство мужчин не спешит обследоваться и лечиться. Денису Борзову всего 23 года, но к вопросу деторождения он подошел со всей ответственностью. Вместе с супругой пришел на обследование. Да, очень хочется сыночка. Дочку. Готовиться к беременности молодая пара решила под сопровождением специалистов отделение сохранения и восстановления репродуктивной функции на базе поликлиники Краевой клинической больницы. Этот центр позволяет пройти необходимую диагностику по полису обязательного медицинского страхования, то есть абсолютно бесплатно. Ну вы молодцы, что вы пришли для планирования беременности, потому что прегравидарная подготовка очень важна для будущего ребенка, так как она приводит к тому, что мы минимизируем все отрицательные факторы для будущего потомства. Первичная подготовка к беременности включает в себя сдачу обычных лабораторных анализов, кровь и мочу, а также обследование у специалистов узкого профиля, терапевта, стоматолога, лора и при необходимости у других. После акушер-гинеколог оценивает данные обследования и выписывает будущим родителям комплекс витаминов, которые способны привести в порядок обмен веществ и витаминно-минеральный баланс. Через три месяца после их приема организм женщины готов к зачатию. Если в течение года долгожданная беременность не наступила, супружеской паре предлагают пройти расширенную диагностику. Расскажите, сколько вы уже не можете заберементировать? Ну, примерно где-то полтора года точно. То есть полтора года в вашем возрасте в этом случае уже выставляется диагноз бесплодие. Так как мы не знаем причину бесплодия, мы должны вас обследовать. Диагноз бесплодие не приговор, уверяют врачи. Главное определить причину, из-за которой супружеская пара не может иметь ребенка. Для этого обследуют обоих будущих родителей. Пока женщине на высокоинформативном аппарате проводят УЗИ малого таза, исследуют ее гормональный фон, проверяют на инфекции и при необходимости назначают процедуру на определение проходимости труб, мужчину направляют в Академию мужского здоровья, которая с отделением сохранения и восстановления репродуктивной функции работает в тесной связке. У нас сегодня в плане с нами дообследования УЗИ органов мошонки и УЗИ предстательной железы. Лабораторные исследования мы все прошли, остались инструментальные. Готовы? Ну да. По статистике, у 50% мужчин обнаруживают проблемы со здоровьем. Как правило, это варикозное расширение вен семенного канатика, инфекционные заболевания мужской половой сферы и, естественно, генетические нарушения, ну и плюс несколько особо специфических форм, вот такие называемые иммунные формы бесплодия, они тоже присутствуют. И за счет, все-таки сейчас идет рост именно за счет бесплодия неясного генеза. То есть бесплодие неясного генеза на сегодняшний день, по сути дела, ну, это почти 30-40% как причина. Тогда, когда мы в полной мере не можем сказать нарушение, вот именно в чем причина бесплодия. Для этого нужны специальные методы диагностики, которые сейчас начинают внедряться. Когда комплексное обследование пройдено, врачи устанавливают причину бесплодия и назначают лечение. Если после него у супругов не происходит зачатие или специальные стимулирующие процедуры не приносят заветного результата, медики рекомендуют воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями ИКСИ и ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение. Это оплодотворение в пробирке. То есть вашу клеточку и клеточку вашего супруга помещают в чашечку и оставляют на несколько часов. Затем смотрят, как произошло оплодотворение. Не менее эффективен и так называемый метод ИКСИ. Его отличие от экстракорпорального лишь в том, что в яйцеклетку вводят сперматозоид специальной ультратонкой иглой. Также в медицинском центре возможна криоконсервация. Это длительное хранение эмбрионов для новых попыток наступления беременности. Успешно практикуют здесь и ряд других современных методик для лечения бесплодия. В каждом случае оптимальный способ лечения подбирается индивидуально. За это ответственна целая команда специалистов высокого уровня. Врачи-репродуктологи, эмбриологи, андролог и психолог. Мы, конечно, не всесильны и не можем в 100% случаев подарить ребенка. Но за 10 лет работы нашего отделения счастье материнства и отцовства познали уже более 2000 семейных пар. Они, как и мы, стремились к цели. У нас есть женщины, у которых беременность наступила после пятой, шестой или даже восьмой попыток оподотворения. Конечно, все эти семьи прошли сложный путь к родительству. Но, вопреки ожиданиям многих, процедура ЭКО для них оказалась доступной, точнее, бесплатной. Отделение о сохранении и восстановлении репродуктивной функции работает по квотам. Иными словами, все процедуры, которые здесь проводят за счет государства. Для многих пар такая возможность – единственный реальный шанс испытать радость материнства и отцовства. Что касается супругов Борзовых, то у них тоже появилась надежда. Положительного результата вы добьетесь только благодаря вере, поддержке ваших близких и сильном желании. И только тогда положительный результат не оставит вас долго ждать. Я думаю, что у нас все получится и советую всем тоже постараться идти до конца. Бесплодие – это не приговор, а призыв к действию. Главное в данной ситуации – позитивный настрой и доверие докторам. Главное в данной ситуации